Как признаются журналисты самой старейшей газеты в Преамуре, для создания одного выпуска нужно принять сотни телефонных звонков, преодолеть тысячи командировочных километров и истратить килограммы бумаги, чтобы уже утром жители области смогли прочесть свежие новости. Мы работаем со словом, с текстом. Иногда большой-большой материал может начаться просто вот с маленького звонка. То есть позвонит человек, который живет в Сиримджинском районе, который не сможет доехать до редакции. Мы обязательно собираемся и едем в командировку. А в пять часов у тебя уже край, текст должен быть написан, чтобы он завтра вышел в номер свежий. Оперативность, умение анализировать, внимательность, а главное неравнодушие. Вот чем должен обладать истинный газетчик, ведь его тексты должен заинтересовать читателя. Кстати, сейчас «Амурская правда» насчитывает 28 470 выпусков в печатном варианте. Это плоды работы за 98 лет. На данный момент еженедельный тираж газеты составляет 13 тысяч экземпляров. Мы выбираем то, что действительно будет интересно, важно, интересно и всем амурчанам, и каждой категории людей, которые любят читать, которым интересно. Что происходит. Тысяча людей, которые нас читают в бумажном виде, которые на сайт к нам заходят, которые нас читают свои комментарии. Конечно, говорит о том, что газета актуальная, популярная, нужная. И в принципе, это действительно единственное издание, которое объединяет всю область. Важность печатных СМИ и их интернет-порталов отмечают не только пользователи глобальной сети, тысячи из которых ежедневно просматривают новостные ленты, но и коллеги-радищики. Рабочий день у ведущей новостей Натальи Репиной начинается в 6 утра. Первым делом она пролистывает информационные сайты, выбирая самое интересное, и уже в 7 утра выходит в прямой эфир. Здравствуйте, в студии Наталья Репина. Главная новость к этому часу. Как признается Наталья, выезжать на репортажи не всегда получается, поэтому интернет-ресурсы местных и федеральных СМИ всегда приходятся в помощь. Все находятся, основные информагентства, и печатные издания нам в этом смысле немножко не помогают, потому что сложнее достать утром выпуск свежей газеты, поэтому проще работать с интернет-изданиями. И наши местные издания, наши газеты, они практически все имеют свои интернет-ресурсы, и большое им спасибо за это, что они облегчают нам нашу работу. Однако в наши дни можно найти и тех ведущих, которые свое утро начинают с прочитки печатного издания. Павел Савинкин на радио трудится уже более 20 лет. Сейчас ведет программу «Полный абзац», в которой каждое утро делится со слушателями обзором прессы. Начнем с того, что газет пахнет типографской краской. Вот в этом есть нечто ностальгическое, да, в этом есть нечто такое, даже не побоюсь, романтическое, да. И мне интересно вот раскрыть газету, ощутить бумагу, да, шелест газеты. И несмотря на то, что сегодня я понимаю, что газетная новость – это уже, по сути, вчерашняя новость, да, но мне интересна еще и подача. И действительно, новость может быть одна, но подается и воспринимается она по-разному. Ведь у газетчиков есть текст, у радищиков голос и эмоции. У телевизионщиков, как говорится в простодородье, картинка. Но объединяет нас одно – желание держать амурчан в курсе главных событий области. И не важно, где они черпают информацию – в телевизоре, газете, радио или же интернете. Ростислав Азизов, Роман Едаков, Первый областной канал.